Микс Ньюс И еще раз всем доброе личное утро Евгений Шафранок, Олег Пек сегодня проводят это утро с вами И мы хотели предупредить вас о небольших переменах в нашем сегодняшнем расписании Дело в том, что героиня нашего личного утра должна будет отправиться на очень важную встречу Поэтому мы ее отпустим в 9.40 Поэтому мы будем общаться без перерыва на новости А сегодня в нашей студии директор Рижского театра русской драмы имени Михаила Чехова Дана Бьерк, здравствуйте, доброе утро Доброе утро Ведь всегда, я понимаю, конец лета Это не только для учителей подготовка к новому учебному году Но и у театров подготовка к новому сезону И всегда зритель ждет каких-то новинок, ждет каких-то перемен И это очень тоже такое, то есть кажется, с одной стороны, что это время отпусков и время расслабления Но на самом деле, как учителя, наверное, уже готовят тетрадки, так и в театре кипит работа Полным ходом в этом сезоне, в этом году, вернее, в календарном году У нас изменения, наши зрители высоко оценили нашу новинку Мы играем и летом Правда, этим летом мы решили поэкспериментировать Проверить, насколько зрители будут отзывчивы Спектакль, который происходит летом И залы переполнены В июле и в августе мы сыграли только шесть спектаклей Но, наверное, в следующем летом мы будем более активны Потому что отзывчивость очень высокая И поэтому, с точки зрения работы, она не то что подготовительная Она уже идет полным ходом Мы уже и играем спектакли, и готовимся к открытию нового сезона И откроем мы сезон официально 20 сентября спектаклем «Канкун» В постановке Сергея Анатольевича Галамазова, нашего художественного руководителя Но до большого открытия театра состоится еще одна премьера На нашей новой площадке, которая находится на Андрейсале Называется «Театральный порт Андрейсала» И 13 сентября мы порадуем наших юных зрителей Премьерой детского спектакля «Чудесное путешествие Нила Холгерсона» И это путешествие начнется на автобусе от Ратушной площади Ничего себе! То есть это театр не с вешалки начинается, а... Начнется с Ратушной площади или с автобуса Кто как это назовет И наш юный зритель поедет на новую площадку Путешествие, само действие начнется в автобусе И плавно перейдет в том новом месте Которое мы еще, наверное, не будем описывать Но это индустриальная территория на Андрейсале Очень схожая, как бы сказать, экспериментальная сцена Экспериментальная платформа А зачем? Почему она? Вроде бы у вас же есть Ответ очень простой У нас в этом сезоне, я посчитала Перед тем, как ехать сюда на эфир У нас получится, если все планы реализуются У нас будет семь площадок На которых театр будет выступать уже в этом сезоне Как это семь? Две? Значит, большой зал, малый зал? Большой зал, малый зал, экспериментальная сцена Квартирник, который мы открыли Театральный порт Андрейсала Планируется еще одна премьера Которую мы будем играть в гостинице В старом городе И весной 2020 года Это уже этот сезон театральный Скорее всего у нас появится еще один проект Который будет называться Странствующий не караоке Где наши актеры будут выступать На улицах, во дворах В разных местах, доступных всем людям Которые не могут заплатить за билеты По каким-то причинам Которые, быть может, не ходят в театр И даже не знают, что такое театр И искусство театральное Мы расширяем рамки А отвечая на ваш вопрос по поводу Андрейсала Почему такая платформа? Потому что мы старейший русский театр За пределами России У нас есть свои обязательства и обязанности По отношению к нашему зрителю К зрителю, привыкшим к классическим постановкам Но нам хочется также развиваться Мы должны думать о будущем Мы должны жить в ногу со временем И для того, чтобы позволять себе экспериментировать И не затрагивать чувства Постоянных зрителей, которые любят классические постановки Более безопасный путь Это найти помещение Где можно спокойно экспериментировать Позволять тебе выходить за рамки Стандартов К которым привыкли люди старшего поколения И на такие площадки легче приобщить зрителя Молодого, юного Который, быть может, обходит театры Как таковые стороной Для которого это слишком что-то такое Что-то такое как бы недосягаемое И приручить молодого зрителя К тому, что культура, театр Это модно, это хорошо, это современно Это круто И мы поэтому ищем такой интересный путь С точки зрения помещения С точки зрения программы Языка, на котором общаемся с молодым зрителем Поэтому это такой стратегический ход Который также объединяет И повышает настроение коллектива в целом Потому что актеры тоже истосковались По экспериментам, по чему-то новому Это тоже вдохновляет коллектив Поэтому плюсы со всех сторон Будем надеяться, что сработает Насколько сами актеры Легко подписываются на такие эксперименты? Насколько им комфортно выходить С, скажем так, из знакомых стен театра Ну, актеры вообще всегда выходят За какие-то рамки, зоны комфорта Но здесь вот насколько это... Полный восторг Полный восторг, знаете, здесь Так как я сама актриса театра Уже десятый год Знаю атмосферу изнутри Знаю тоску актерскую Знаю какие-то желания Внутренние коллективы Поэтому мне легче интуитивно Находить тот же способ Вдохновлять актерскую среду Я понимаю, что нужно коллективу Для того, чтобы глаз горел Чтобы душа рвалась Еще больше на сцену работать Поэтому у нас в коллективе Много молодых актеров У которых столько энергии Которые хотят себя проявить больше Чем им дозволено в конкретных рамках На большой сцене А такие проекты Они дают возможность актеру Еще более самореализоваться Потому что в таких постановках Больше всего пропорционально Актер вкладывает свои идеи Свою душу Свои какие-то новинки А режиссер это уже тот человек Который составляет это все в одну композицию На самом деле Вот с того момента Как вы заступили на должности Вот до сегодняшнего дня Насколько театр сильно На ваш взгляд поменялся Мы можем оценить только как зрители Я периодически читаю комментарии Которые пишут Они разные бывают Но вот на ваш взгляд Что самое радикальное Что самое может быть крутое Классное Что вы смогли сделать И внести в театр русской драмы Знаете Мы только начинаем Похвалитесь Мы начинаем только свой путь По каких-то радикальных изменениях Я Знаете Мы так много работаем Я для себя вижу Мне приятно Что все планы Которые мы ставим перед собой Они реализовываются Я уже не раз говорила Также отвечала на интервью Разных газет и журналов Для меня очень большой Большой сюрприз Что та цель Которую мы ставили перед собой Именно молодой зритель И не говорящий На русском языке зритель Для меня казались какие-то Для меня казалось Что это путь довольно долгий Три, четыре, пять лет Как минимум Чтобы приобщить Оказалось За год это возможно Приходит молодой зритель Не говорящий на русском языке Нашел дорогу в наш театр Его много А что их привлекает Вот в театре? Их привлекают Именно нестандартные постановки Из 11 премьер Прошлого сезона Одна премьера На малой сцене Экспериментальной сцене Сделано Преступление или наказание Без слов По классике По Достоевскому И именно такая постановка Что молодых людей Не отпугивают Они приходят И понимают Здесь не нужно знать Русский язык Чтобы понять Что происходит Они приходят Посмотрят Им понравится Они загорятся Подходят К администрации Или к билетерам Спрашивают А что у вас еще Можно посмотреть? Они допустим Мы советуем Приходите на граненку На граненке Вы тоже можете Не знать русского языка Там все понятно Хоть русский язык Там есть Следующий шаг Они идут на большую сцену Там где есть титры И человек понимает Это не страшно Я могу не знать русский язык Но я понимаю все И он загорается Он приходит Он становится нашим зрителем Очень приятно Мне было буквально Две недели назад На World Just Festival Я была Среди зрителей И ко мне подошли Трое молодых людей Лет 17 Звучит как начало Криминальные слова Они подходят ко мне И говорят Здравствуйте Дана Мы вас знаем Мы к вам Первый раз в жизни Пришли в театр Мы всегда обходили Театр стороной Признались они Как таковой театр Не наш А вообще театр И они были На квартирнике На нашей новой площадке Которую мы открыли 15 декабря И они говорят мне Замечательные слова Знаете Вы нас заразили Мы хотим к вам ходить Скажите пожалуйста На что к вам прийти Мы хотим прийти На все премьеры подряд Но с чего нам начать И для меня Это как Для руководителя театра Это как бальзам на душу И вот в таких простых встречах И оценке нашей деятельности Я вижу Я вижу О чем спросила Евгения Эту победу Маленькие победы Маленькие-маленькие Которые в итоге Составят большую картину Но ставить точку И как-то давать Оценку тому Что мы уже сделали за год Это рано Потому что мы только начинаем Но Приятно Что коллектив доволен Актерский Они работают Они довольны идеями Которые происходят Сейчас мы готовимся Мы едем в Китай В конце августа В Китай даже В Китай мы едем Мы расширяемся Не только здесь Что вы будете там делать Показывать Какой репертуар Экспериментальный Или классический Может наоборот Что-то перенимать буду Мы едем на фестиваль В Китае Который происходит каждый год Он идет 3 месяца Это огромный Фестиваль сценических искусств Нас пригласили Представить Латвию В заключении этого фестиваля Который произойдет В конце То есть вы прям заключаете Закрываете фестиваль Да, но мы едем Не со спектаклем А с концертной программой То есть в двухчасовом концерте Там, где будут представлены Многие страны мира Так же будем и мы С шестиминутной концертной программой Которую мы специально готовим Шесть минут? Да То есть вы ради шести минут Едете в Китай В Китай Для того, чтобы Завести контакты Для того, чтобы Быть может через год Отвести спектакль Познакомиться с людьми Которые организовывают Там фестивали С директорами Китайских театров Это очень важные связи Связи с миром Вы уже выучили Какое-то приветствие на Китай Ну, она же как-то Ни хао Ни хао Так неожиданно просто Дана, а какой вы руководитель? То есть мы же понимаем Что каждый руководитель У него есть свое амплуа Есть свой характер Есть какой-то свой внутренний стержень Без этого никак Вот вы как вот себя могли бы описать? Там строгий Может быть резкий очень Может быть наоборот Вот такой друг для всех Но тогда сложнее руководить Я только что услышала оценку О себе Буквально на днях Случайно? Подслушали в гримёрке? Нет, мне художественный руководитель Нашего театра сказал Знаете, да, на что о вас говорят? Я говорю, ну что Мягко стелит Жёстко лежать Я говорю, ну да, наверное Может быть Я пытаюсь То есть для меня что неприемлемо? Для меня неприемлемо Повышение тона Крики Всё можно решить Спокойным Словами Вы уволены Нет Радикальных таких случаев не было Радикальных случаев не было Для меня важно Чтобы человек делал свою работу хорошо Ответственно И с уважением Коллективу и друг другу За этот сезон За этот год Было много разных случаев И только один Или может быть два случая Были вопиющих Когда вопрос Ставился О продолжении человека Работать в нашем театре По причине его Как бы характерных Наверное Как бы характера И неумения Сживаться с коллективом Не со мной А с коллективом И тогда уже Стоял вопрос И решалась эта проблема Конкретно Обычно вот с артистами Всегда сложно Это классическое Я помню в театре Моссовета Когда они играли Иисус Христос Суперзвезда Вот То ли 1 То ли 2 января У Иисуса Христа Вместо 12 Выходило там 7 апостолов 6 апостолов Потому что вот Все Не могли Новый год У всех Праздник Вот какие-то Такого рода Дисциплина Насколько Требуется Расскажите нам Смешные случаи Когда вышло Меньше актеров Чем должно было быть На сцену? Да Знаете Вы так С утра Столько много случаев А в театре происходит Разных Но я могу вам Расскажать Свой личный случай Из своей актерской практики Метод Грюнхельма Если вы видели Спектакль У нас уже 9 год идет На аншлаге Это История Бизнес-круга Четыре человека На сцене В бизнес-костюмах Зал То есть Четыре или шесть Офисных кресла И стол Больше ничего На сцене не происходит И есть финальная сцена Где я со своим коллегой Евгением Корневым У нас Длинный диалог Мы друг друга Должны вывести На какие-то Каверзные вещи И он у нас происходит И тут я чувствую Что мы сидим Друг напротив друга Я смотрю Евгению в глаза У него глаза Становятся большими Он замирает И я слышу Что из звуковой рубки Наверху Со сцены слышно все Зритель не все слышит Иногда Что происходит вокруг За кулисами И в световой рубке Я слышу Со световой рубки Какой-то шепот доносится Я слышу Дана Дана И я чувствую Что надо мной Над головой Что-то спускается Вниз на меня И я так отвожу глаза Женя Поворачивается И прямо Прямо Около нашего Левого плеча Мы сидим Как бы Друг напротив друга И получается Боком к зрителю И гоком К происходящему К происходящему И спускается Огромная Деревянная Стена Расписанная Русскими Петухами Матрешками Занавесочками Произошел сбой В программе У нас же Пульт И все штанкеты Они На кнопках Работают Что-то Произошло И спускается Штанкет Которому Прикреплена Декорация Спектакля Не все Коту маслениц Это было Несколько лет назад Еще была Актрисой Спускается Эта декорация Тихо На нас И становится Посреди Сцена Конечно Он на шок Женя Начинает Все обыгрывать Бегать Вокруг Этой стены И пытаться Как-то В сюжет Ее вписать Что как бы Нас еще На что-то Проверяют Зритель Этому поверил Мы сидим дальше Продолжаем Мы Нашу сцену И тут Я Слышу Что-то Происходит За кулисами Что происходит Наш коллега Который Ждет Своего выхода Видит По трансляции Телевизионной За кулисами Что происходит На сцене Бежит К помрежу Которая В тот момент Вся В тексте Пьеса И не видит Не смотрит На экран Кричит на нее Убирай 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 Декорацию Она поворачивает Голову В ужасе Видя Что происходит На сцене И дальше Происходит Самое смешное Зритель поверил Нам Что так надо И теперь Эта стена Незаметно Уходит наверх Знаете Так незаметно Чтобы никто Ее не увидел Хотя стена На всю сцену стоит Тут конечно Уже зритель Понял в чем дело Начал смеяться И мы опять Начали входить В ситуации Но вот это На моей практике Один из таких Острых случаев Когда А если вдруг Партнер забывает Текст Или какие-то Такие Да это постоянно Что же Не случай Что они тогда делают А что тогда Вы делают Таксер Когда забывают Текст Обычно Выручает партнер Ну Если человек Один на сцене То это А не пришел ли ты Спросить меня О том Да Буквально Так и происходит 10 глупых вопросов Специалисту Да То есть Что обычно Хочет узнать зритель Что происходит Когда забывают Смешнее всего Бывает Когда на вопрос Когда допустим Точно нужно сказать Ответ Да Человек Говорит Нет Тогда Это сложновато Подумай Еще разок Точно Зритель конечно Не замечает Этих моментов Потому что Профессиональный актер Он способен Выпутаться из всего Это скорее Смешно Самим актером Когда уже Выходим за кулисы Тогда Или мы ругаемся Или мы смеемся Над тем Что произошло Но Зритель не должен Замечать ничего Но когда Зритель замечает Какие-то штучки Там допустим На спектакле Альбом Вдруг Екатерина Фролова Замечательная актриса И Анатолий Фечин Они играют одну сцену Где они лежат на кровати Но кровать Она стоит Вертикально Вертикально Да и они стоят Как бы на кровати Но обозначает Что они спят И вдруг Эта кровать Она начинает Скользить вниз А им делать нечем Они продолжают стоять Да Но такие моменты Невозможно не заметить Но тут Я вам даже хочу сказать Что зрителям нравятся Такие моменты Они наслаждаются Потому что Это момент эксклюзива Все посмотрели Импровизации А тебе достался Вот прям фишечка такая Насколько вообще Скажем Актеры легко входят в роль Выходят из роли И насколько Сразу два вопроса вам задам И насколько у нас вообще Публика легко принимает Новинки Новинки Именно театральной постановки Которые Как современные уже Искусства идут Которые не очень стандартные Которые отходят от классики Вот Как это все работает Внутри театра Знаете Мы в очень особом положении Русский театр В Риге У нас зритель Он очень разноплановый И мы работаем над тем Чтобы он становился Еще более разноплановым Если мы Заботимся о своем будущем Как я уже упомянула У нас есть верные зрители С советских времен Люди Которые привыкли К конкретному жанру Конкретным постановкам Это классика Это не измененное Ничего режиссером Это красивые костюмы Это красивая сценография И все Это все Что нужно этому зрителю Вторая часть зрителей Это более Большой процент Латышей Которые любят Что-то Эксперимент Которые любят Подумать очень сильно Поломать голову Муму, например Спектакль Муму Это Он номинировал Как лучший спектакль Года В этом году Большой формы Вспавил Мунинак Значить Сидеев То есть Это Медея Например Это тоже Тот же случай Есть третий Зритель Это наш Юный зритель Там Тоже понятно Правила игры Есть четвертый Сектор Это люди Которые Еще не знают Что такое театр И мы хотим Чтобы это стали Люди Тоже стали нашими Люди Которые говорят На современном языке Которые более интересуются Технологиями Более интересуются Какими-то новинками Быть может Не в культурной жизни А в совсем других отраслях Мы тоже должны Найти подход к ним И заразить их театром И поэтому Наша миссия Она сложна Но в то же самое время Понятна И поэтому Репертуар Который мы составляем Вот за год Который прошел Из 11 премьер Очень разные жанры И разные формы Начали мы Моя прекрасная леди В постановке Аллы Сигаловой Классическая форма Классическая постановка Музыкальный спектакль Зрители любят Актеры играют Наслаждаются Следующая постановка Умышленно Муму Тургенева В постановке Кайриша Кайриш Который не умеет делать Просто классические постановки Он всегда ищет Ломает Он загадок много делает И мы понимали Что на этот спектакль Точно не пойдет Та часть зрителя Которая верна Моя прекрасная леди Или графа Монте-Кристо Но туда пойдут Та часть зрителей Которая заинтересована Быть может В том стиле постановок Который происходит В Новом Рижском театре Следующая постановка Малая сцена Допустим Шерлок Холмс Стиль Клоунадная форма Это тоже для нас поиск Кто пойдет Кто примет Нашлись люди Которые приняли И хотят И поэтому Отвечать также На один из первых вопросов Евгении Люди оценили Эту разноплановость Наших жанров И спектаклей И в комментариях Которые я тоже Иногда читаю Хотя пытаюсь избегать Читать комментарии Чтобы не засорять себе голову Я тоже вижу Очень много отзывов Что очень Разноплановый репертуар И каждый может найти Для себя То, что Для него верно То, что для него правильно Потому что Каждый из нас Мы все очень разные люди И для нас Для кого-то Красивый серый цвет Для кого-то Красивый красный цвет То же самое в искусстве То же самое в музыке То же самое в театре Поэтому мы заботимся о том Чтобы В нашем театре Могли Каждый человек Мог бы найти для себя То, что ему важно То, что ему интересно Здесь Главная Подача Нужно правильно Подавать каждый спектакль И настраивать зрителя На то Что он увидит На сцене Для того Чтобы он не пришел Или не на сцене Чтобы он приходил Подготовленным Или не приходил Чтобы не разочароваться А приходил на ту постановку Которая вдохновит его А вот что будет Я понимаю В гостинице Какой-то проект То есть это вообще что-то Значит Пока что в планах Но У нас есть договоренность Замечательная актриса И уже режиссером Рейзи и Кал на ней Что она поставит у нас Постановку Малой формы Это будет очень интересная Пьеса на двоих Мужчина и женщина Действие происходит В гостинице А почему бы нам Не сыграть в гостинице Зачем нам играть В малом зале Если мы можем Сыграть в гостинице И уже есть устная договоренность С отелем Гранд Палас Который находится В старом городе Они вроде бы Высказали заинтересованность Если проект состоится То мы скорее всего Будем играть его Именно В конкретных помещениях Если вы еще не пришли в театр Театр идет к вам Конечно Мы вас найдем Где бы вы не спрятались А с Граненкой Я понимаю Что тоже будет Ведет интересный эксперимент А вот седьмая сцена Я не договорила Это корабль Вот Да это корабль Значит Мы тоже начинаем Интересное сотрудничество С Таллинком И если все получится То мы будем Свои спектакли Играть также на корабле Во время рейса В Стокгольм Рига-Стокгольм В Стокгольм-Рига И в августе этого года 14 августа Мы выплываем Наш театр выплывает Со спектаклей Граненка То есть это уже Вот буквально Следующая неделя То есть те Кто отправляется 14 августа Они еще и получают Возможность Посмотреть Да И сейчас я вам расскажу Насколько это интересно Для людей Которые поедут Именно этим рейсом 14 мы выплываем Но играть мы будем По дороге С Стокгольма В Ригу 15 числа В 7 вечера И граненка На которую Зритель не может Достать билет Она расходится Билет расходится Буквально за 2 часа У нас очень много Недовольных зрителей Тем что Почему мы не можем Купить на граненку Билеты И этот спектакль Мы играем На тысячный зал На корабле Романтика И Подарок особенный Абсолютно бесплатно То есть люди Которые поедут на корабле Они смогут прийти На спектакль Оценить его Мы сможем проверить Насколько нам комфортно Играть в таких условиях Если нам понравится Если Таллинку понравится Если зрителям понравится И у кого не случится Морской болезни То скорее всего У нас будет долгосрочное сотрудничество И на кораблях Мы можем показывать Разные спектакли И приобщать Тех же туристов Которые Может не знают Дорогу даже в Ригу Когда корабль И бал В одном месте Не с корабля На бал Я вот хотел сразу спросить По поводу тех Кто не понимает По-русски То есть Как для них Титры У нас будут Титры на английском И на шведском языках На шведском На шведском даже Да А если говорить Вот о спектаклях Долгожителях Мы уже один упомянули Метта Грюнхальма А сколько живут Вообще спектакли Вот как Как определяется Сколько он играется Вы спрашивали Про больные темы Знаете Это одна из самых больных тем Когда мне приходится Стоять перед коллективом В этом году была В этом сезоне Был только один раз Когда я сказала Итак Снимаются спектакли И тут коллектив замирает У кого-то глаза наполняются Красным Вырастают рога И все начинают Бурно Защищать свои спектакли Чтобы их не снимали Долгожителей у нас Очень много Слишком много И это Создает определенный риск Создания новых спектаклей Так как у нас Наше помещение Театра Оно строилось Изначально Не как для театра А там Это были офисные здания Манковское У нас нет Тех помещений Которые есть В национальном театре Театре Дайлис Нам негде хранить сценографию Нам негде хранить костюмы И когда мы обрастаем Множеством Огромным репертуаром Становится вопрос Помещения Нам просто негде Это все хранить И поэтому Такой спектакль Как Гладранцы и Аристократы Одесса Город Колдовской Который идет Тут уже более 10 лет Пока что Они не снимаются Потому что Люди идут На аншлагах Работают эти спектакли И конечно Актеры их очень любят И каждое собрание Замиранием сердца Только спрашивают А Одесса остается? Я говорю Остается Хотя чисто Рационально мысля Рационально Как бы Я думаю Сухой руководитель Который бы смотрел Только на цифры И возможности Технические хранения Декораций Давно бы уже Снял эти постановки Поэтому Пока что мы играем Но если рацион Все-таки победит эмоции И надо будет думать О новых спектаклях Где их хранить Придется наверное Со временем снимать Даже те постановки Которые все никак не уйдут Потому что зала полная Но это вопрос дискуссии Поэтому Долгожителей у нас много А могут ли зрители Голосовать условно Ну вот За то чтобы Спектакль там остался Или ну вот Может быть Да вот там нужно снять Один спектакль Долгожитель Голосуйте Какой будем снимать Я думаю что Это опасный путь У нас и так Театр дает слишком много Поводов для дискуссий Для обсуждений Каждый спектакль Это повод пообсуждать В фейсбуке Хорошо или плохо Дать свою оценку А когда еще Большому количеству людей Дается возможность Как бы Влиять Влиять на Руководство театра То это по-моему Это Демократия здесь неуместна Конечно неуместна Да для этого есть руководство Для того чтобы Руководить театром А зрителю давать На оценку именно уже Готовый продукт А сколько в принципе Вот занятость Актеров Сколько спектаклей Играют актеры В месяц Если так вот Это значит Это очень по-разному У нас Есть очень занятые актеры Есть не столько Занятые актеры По разным причинам Ну в топе Наверное Алексей Коргин Который практически Живет в театре Александр Малик Вероника Плотникова Катя Фролова Таня Лукашенко Вы знаете Наверное У нас Очень мы часто смеемся У нас все ведущие актеры Как не приходит Кто-то на интервью Говорят Ведущая актриса Такая-то Ведущий актер Такой-то То есть у нас Труппа состоит Практически из всех Ведущих актеров Очень мало Очень мало В кавычках Неведущих актеров Так как труппа у нас Более 30 человек Это маленькая труппа Постановок у нас много Поэтому Большинство у нас Задействовано Практически каждый день На работе Так что график бешеный А нету вот такого Профессионального выгорания То есть ты каждый день Играешь Каждый день играешь Вот на Как бы Как последний раз Потому что ты актер Ты выкладываешься Плюс репетиции Новых постанов Есть конечно выгорание И когда ко мне приходит Актер Икс Всем известный Говорит Все я ухожу из театра Я больше не могу Я хочу видеть семью Я хочу отдыхать Я больше не хочу Я не могу Понимаешь У актера Перегорел Все батарейки заканчиваются И ты начинаешь Его реабилитировать Ты начинаешь искать Возможность Как можно его В горящий сезон В зимний период Рождества Когда Полные залы Много спектаклей Как же можно помочь ему Ты Как бы Даешь слово Все Спокойно Мы тебя не будем Занимать в новых постановках Сейчас доиграй Отдохни Нет Там полгодика Будем опять Договорились Буквально через день Приходит режиссер Говорит Я без этого актера Спектакль делать не буду Только с ним Ты начинаешь Режиссеру объяснять Понимаете Он слишком занят Мы не можем Его так Перенапрягать Проходит неделя Прибегает тот же актер Который неделю назад Был перегоревшим Говорит А я хочу играть У того режиссера Ну подожди Ты же только что Говорил что ты перегорел Нет Я очень хочу с ним работать И так по кругу Из года в год Происходит одно и то же Актеры это Такие люди которые Мы фанатики Мы любим свою работу Бывают моменты Когда мы Чувствуем Все перегорел Устал Хочу уходить Или елки Да Это минутная Это такое И ты в этот момент Веришь Что все Я ухожу навсегда Но проходит день-два Ты немножко отдохнул Ты видишь опять Перспективу Нового спектакля Новые роли С конкретным режиссером Который ты влюблен И ты опять готов Ты идешь И забываешь о том Что было два дня Отпускайте Отпускайте в сериалы Например На съемки То есть Отпускаем Потому что Во-первых Это важно для актеров Также Показывать себя Более широкой публике Я экран Это более широкая публика Также я Не против Если вдруг человек Не дай бог Приходит и говорит Я уезжаю в Россию Я уезжаю в Германию Я уезжаю во Францию Ну С болью в сердце Сглатывая Кому грусти И обиды Я всегда за то Чтобы отпускать актеров Потому что В первую очередь Это судьба человека Если человек Может себя реализовать В более больших просторах Его нужно отпускать Это раз И во-вторых Если держать Кого-то насильно Заставлять что-то делать Человек никогда Не сможет принести Театру Ту любовь И тот Тот как бы Ту эмоцию Чистую Которую он может принести Когда он Чувствует себя комфортно Какой был вопрос Уже забыла У нас хороший финал Получился Нам нужно отпускать Нашу гостю У нее важная конференция Нам нужно заканчивать эфир Данна Спасибо вам большое Идем в театр На корабль Куда еще В ангар На улицу В гостиницу Ждем вас Ждем Ждем 13 сентября Анна Андрея Саль